А теперь обговорим ситуацию, которая сложилась в украинском Херсоне. Многострадальный город, который месяц, который год потерпает от зверств российской армии. Российские военные во время обстрела Херсона 28 февраля вчера попали в грузовое судно, также повреждены ферма, элеватор. Также враг снова обстрелял Херсонщину, села Херсонщины стреляли из авиации. Одним словом, есть что обсудить. Ситуация очень тяжелая, поэтому мы подключаем к нашему эфиру Александра Толоконникова, главу пресс-офиса Херсонской областной военной администрации. Александр, здравствуйте. Мы, как всегда, приветствуем вас в наших эфирах. Ну что ж, 28 февраля 2024 года. Очередная глава, кровавая глава, которую написала путинская Россия в украинском Херсоне, Херсонской области. Скажите, пожалуйста, какие последствия этих обстрелов адских и что сейчас происходит в городе? Ну, самые главные последствия – это человеческие жизни и здоровье. Вчера россияне убили 83-летнюю бабушку из села Велетенская, Велетенская по-украински, Белозерской громады. Снаряд прилетел во двор бабушки, и, к сожалению, бабушка умерла от полученных травм, ран до приезда медиков. Также вчера обстреливали Львова. Там есть много повреждений Ромашкова. В Ромашковом человек, мужчина получил ранение, тоже был госпитализирован. И еще в Херсоне приблизительно в 19 вечера, в 7 часов вечера, была обстрелена одна из площадей в корабельном районе. Там находился 22-летний мужчина, парень еще молодой. Он получил ранение головы осколочное. Осколок сейчас находится внутри головы. И медики проводят операцию для извлечения его. Также он получил множественные поверхностные ранения тела, также ранения печени, точнее, повреждения. Сейчас будем надеяться, что наши врачи сделают все возможное для того, чтобы он выздоровел и вернулся к нормальной жизни. Как вы уже говорили, элеватор, ферма, грузовой корабль, который был припаркован здесь уже с начала оккупации, так как навигация закрыта сейчас, нет возможности у владельцев вывезти свои судна отсюда. Был и удар авиабомбой по Херсонскому району, в районе Зеленовки, в полях. Взорвалась эта бомба, к счастью, там без пострадавших и погибших. Страшно представить, как в этих условиях приходится жить украинцам. Скажите, пожалуйста, как много людей сейчас в Херсоне живет? Что с функционированием предприятий, социальной сферы, медицины, образования? Примерно 70 тысяч в самом Херсоне живет, 164 тысячи вместе с Херсоном на правобережной области Херсонской. Образование у нас сейчас во всей Херсонской области только дистанционное, онлайн. Дети учатся, около 69 тысяч детей учатся с Херсонской области. Это и на оккупированной территории дети учатся, и в самом Херсонской правобережной территории Херсонской области, во всей Украине и даже за рубежом пользуются этой системой. И мы сейчас делаем все для того, чтобы система со следующего года имела возможность перейти в оффлайн-режим или хотя бы смешанный. Мы надеемся, к тому времени у нас будет, мы сможем, точнее мы уверены, что мы к тому времени сможем выгнать наших врагов с левобережья, для того, чтобы они не обстреливали артиллерией хотя бы прибрежные населенные пункты и населенные пункты там, где есть школы. Сейчас мы уже там проводим ремонты после того, как россияне разрушали долгое время эти школы. Проводим ремонты, также проводим либо реконструкцию существующих бомбоубежищ, либо строим новые для того, чтобы дети могли, имели возможность учиться, там нужны бомбоубежища. Что касается медицины, медицина у нас, это такие, как и все херсонцы, наверное, железные люди, которые продолжают работать. Здесь продолжают работать медицинские учреждения, обеспеченные они медицинскими препаратами, генераторами, для того, чтобы можно даже при перепадах или от включения света продолжать предоставлять услуги медицинские. Мы готовы, за счет того, что у нас сейчас 25% населения, действительно, оболить столько же осталось, персонала, конечно же, меньше, но всего достаточно, слава богу. По коммуникациям 188 населенных пунктов с обеспеченной электроэнергией, с газом 78, с 88, без электроэнергии прибрежные населенные пункты, там постоянные обстрелы, к сожалению, там сложно восстановить. Сейчас пока там действительно такая интенсивность обстрелов, и безопасность не позволяет там работать энергетикам, как бы мы этого не хотели. А есть ли возможность в таких условиях бизнесу украинскому работать, и, возможно, у вас есть статистика, как много предприятий было, закрылось, наоборот, открылось, возможно, какая специфика? Смотрите, ну, как бы, можно так, если приблизительно сказать, то, ну, наверное, процентов 10 сейчас предприятий, которые именно работают на территории Сельском области, продолжают свою деятельность. При этом все мы видим тенденцию к возвращению сельского хозяйства, потому как вот был проведен конгресс местных громад, местных советов, если на русском, под руководством Андрея Ермака, это первый заместитель офиса президента, было проведены такие вот, несколько таких конгрессов, на которых поднимались такие самые важные вопросы, в том числе и предприниматели, задавали вопросы, в основном, так, в Херсонской области предприниматели, это аграрии, либо связано что-то с аграриями. И самый главный вопрос был, это ускорение разминирования территорий Херсонской области, потому как при таких изначальных данных, когда всего лишь 170 человек занимались разминированием, у нас прогноз был на то, что правобережная Херсонщина будет разминирована только за 10 лет. Сейчас мы уже за счет вот таких решений на этом конгрессе увеличили количество до 1160 сейчас человек, которые занимаются, это пиротехники, взрывотехники и саперы, они занимаются разминированием, и уже разминировали 212 тысяч гектар из 683, которая, это площадь правобережной Херсонщины. И с такими результатами мы надеемся, что через 2 года мы уже закончим такими объемами персонала и оборудования, мы закончим через 2 года разминирование, а это большой шаг к тому, чтобы восстановить экономику именно Херсонской области. Потом, но впереди еще у нас левобережье, к сожалению. Александр, еще один хочется вам вопрос, конечно же, задать. Мы прекрасно знаем, постоянно с вами, в том числе анализируем ситуацию в самом городе, давайте сейчас остановимся именно на Херсоне. Знаем, что оккупанты, конечно же, бьют намеренно по гражданскому населению, знаем, что они намеренно устраивают геноцид украинского народа. В частности, в Херсоне очень много повреждений, очень много ударов по центру Херсона. Мы прекрасно понимаем, что там нет никаких военных объектов, ничего. По вашему мнению, почему вот эта звериная атака центра города, чем это связано? Это как бы желание, та самая месть проигравших уничтожить символ украинского Херсона. Почему именно центр города, особое такое ощущение, что особое внимание вражеская армия преступно уделяет ему? К сожалению, мы видим, как не только Херсон обстреливается. Мы просто за счет того, что здесь действительно большое количество, довольно-таки, да, если сравнительно количество людей проживает, и в самом центре большое количество людей находится. И за счет этого мы, ну, действительно, то, что стреляет именно по скоплениям людей, это магазины, супермаркеты, больницы, школы, хотя в школах никого нету. И действительно это похоже и на месть, и на демонстрацию силы, потому как если они убивают здесь каких-то мирных жителей, об этом показывают, они показывают, как они могут убивать. Возможно, для них это важно, такая демонстрация, как они могут беззащитных бабушек детей ранить, убивать. Возможно, для их аудитории это важно, какие они сильные и бесстрашные, да, воевать с беззащитными детьми и бабушками. На самом деле это правда. Я сейчас вот нахожусь в самом центре Херсона. Нету здесь военных, любой там независимый там какой-то журналист может приехать, приезжая сюда и пообщаться с людьми, пообщаться, посмотреть просто, где есть военные здесь и где их нету, как бы, и куда прилеты. И это действительно, ну, не поддается какому-то логическому размышлению, что именно они пытаются показать, обстреливая там РССВ, минометов, танков, в том числе и тот же самый Береслав. Я все-таки хочу перекинуться на другие города, да, в которых там целенаправленно. То есть если можно, они могут там смещать точку понимания этого, о том, что вот РССВ летит и может попасть куда угодно. Но в том же самом Береславе, как и в Антоновке, здесь рядом с Херсоном, они используют ФПВ-дроны и дроны, которые сбрасывают взрывчатку именно на гражданских. То есть сколько случаев было о том, когда ФПВ-дроны гонятся за мопедом, на котором едет дедушка или велосипедистом, мужчина, который просто едет по своим делам, по нему же видно в камеру дрона, что это не военный. Зачем убивать, зачем калечить людей мирных, сложно понять. Это циничные, откровенные военные преступления, за которые рано или поздно, мы надеемся, будет ответственность. Скажите, пожалуйста, что известно о проведении так называемых выборов на временно оккупированных территориях? Тоже преступление, которое не будет признано цивилизованным миром. Тем не менее, кремлевская власть начала проведение этих выборов. Они в марте будут в России, а на оккупированной территории заранее решили. И якобы получают руководители предприятий и учреждений образования, медицинской сферы. Разнарядки такие о том, сколько людей должно явиться на эти выборы. Что вам украинцы патриотически настроены рассказывают по этому поводу? В каких условиях, как проходят выборы, так называемые выборы президента в России? Ну, вы знаете, можно сказать, что раньше у нас в Украине, в демократической Украине, получали разнарядки о том, сколько людей надо отправить. Но там такого нет. Это приказ. Просто бюджетников всех собирают, везут голосовать. Что до самих организаций, то, ну, это такая, ну, как фарс, как называется, так и выглядит. Они там ставят даже не в каком-то помещении, на улице просто приезжают, ставят столики раскладные, на столики ставят урны, занавески на этих столах стоят. Ну, как-то, ну, просто выглядит как будто какой-то древний век какой-то. И они туда сгоняют этих людей, люди голосуют. Понятное дело, что кто-то боится просто, что им потом придут домой после предварительных, когда агитаторы обходили дома и рассказывали, за кого надо голосовать. Они также рассказывали о том, что они знают, кто придет, а никто не придет и за кого не проголосуют. Потому что таинства голосования нету сейчас ни в России, ни на оккупированных территориях. Вот. И они, люди боятся, что увидят, что они там не проголосовали или проголосовали, но не за Путина, потому что это выборы не президента Российской Федерации, а выборы Путина. И мы все это прекрасно понимаем, и они не первый раз проходят в этой стране. Кроме того, что самое удивительное лично для меня, для понимания процесса выборов в какой-то стране, что голосовать должны только люди с документом гражданцам этой страны. На этих же выборах предлагают также голосовать с украинскими паспортами. Наверное, можно голосовать с паспортом любой страны за этого президента. Это так в кавычках. Ну, что касается, ну, мое мнение по тому, что почему они разделили практически на неделю эти выборы, скорее всего, я так понимаю, будет, потому как где-то уже они проходили там 26-го, 27-го, 28-го и будут еще проходить. Просто у них не хватает персонала для того, чтобы это организовать. Они сейчас как бродячий цирк ездят по населенным пунктам с этим же персоналом. Ну, и денег нет, называется, но вы держитесь. Да, денег нет, но вы держитесь. Как тут не вспомнить это знаменитое Медведевское. Александр, спасибо вам громадное за эту беседу. Мы очень рады были вас видеть. Держитесь. Александр Толоконников, глава пресс-офиса Херсонской областной военной администрации, был в эфире телеканала Freedom. Спасибо.